Итак, всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть в First Fire Run 4 за Италию. В прошлой серии у нас тут были очень жесткие бои, но они не закончились, они продолжаются. Этот огромный альянс почти пал, осталось здесь в принципе Советский Союз победить, и Астана Финскую Лигу, которая тоже считается великой страной. И по крайней мере конфедерация Европы падет. Но это будет далеко не конец, нам еще нужно будет победить. Два Китая, Японию, а затем и Америку, причем вместе с, видимо, Нидерландами. Но, все по очереди, сначала нам нужно победить Советский Союз, а перед этим разобраться с вот этими различными войсками на наших территориях. Поехали. Кстати говоря, в Австралии началась только что Гражданская война. Я так понимаю, это постаралась Британия какими-нибудь фокусами, скорее всего, по ощущениям. Ну а мы пока что подостановили наше наступление, нужно сейчас добить вот эти все войска, чтобы здесь не было ничего красного. Потом уже делать какой-то фронт с Советским Союзом и начинать наступление в него. Итак, смогли мы здесь все подобивать, потихоньку движемся. Здесь вот этот микро прорыв ликвидируем. Здесь мы, как я уже говорил, остановились. Просто потихоньку выбиваем их, точнее, Советского Союза, снаряжение, транспорты. Закроем сейчас вот этот вот микро, тоже микроформацию русских войск. И затем пойдем поможем справиться с Нидерландами, которые резко вступили в Союз. Ну и, я думаю, от этого стоит сюда еще побольше самолетов ставить против именно флота, потому что здесь должны очень много конуаев ехать. Направили сюда уже одну армию, и вторая потихоньку тоже доезжает. Здесь мы все ликвидировали. Буквально вот эту провинцию еще захватим. Здесь очень низкая скорость передвижения. Здесь тоже потихоньку идем хорошо. И самое главное, мы потихоньку наполняем наши запасы, потому что, как можете видеть, у нас очень неплохие минуса по разным пунктам снаряжения. Ну и плюс, мы там заказывали очень много танков, так что мы тоже их ждем. И даже по самолетам нам немножко не хватает, поэтому придется как-то куда-то подкидывать. В Канаде тоже, видимо, Британия стартует в Гражданскую войну. Но Канада вступила в союзники. И сейчас там ее просто с США, я думаю, без проблем закатают. Но мы успешно ликвидируем вот это вот Нидерландское вторжение. Параллельно топят какие-то американские корабли, что в принципе неплохо. Также я решил вывести наши подлодки и отправить их в действие. Собственно говоря, теперь мы также подлодками топим очень много конвоев, хотя и подлодочки тоже немножко теряем. Учитывая то, что здесь много морской авиации, мы в принципе должны в плюс размениваться. Вот мы и полностью разбили. Тут остались только американские-то войска, которые могут попытаться эвакуироваться. Но вряд ли у них это получится. И так же, что меня радует, здесь очень много конвоев едет. Они не доезжают. Видите, у них красные значки снабжения, даже несмотря на то, что там были порты. Что тоже очень неплохо сказывается на наших боях. Ну и это также дополнительное потерянное снаряжение Америкой, что очень нам приятно. У флота тоже мы чуть-чуть где-то подвыбивали, но в целом у них все еще достаточно боевой флот. Про наш флот, так сказать, вряд ли можно. У нас есть линкоры, но они все устаревшие достаточно. Хотя тут, в принципе, тоже старые линкоры. Авианосцы, конечно, не самые старые. Но остальное флот тоже старенький. Тем не менее, самое главное, что у нас есть много самолетов. Самолеты все-таки решают. Кстати говоря, не знаю, для меня танки здесь начали какой-то нереальный прорыв устраивать. Но я, собственно говоря, рад. Видимо, тут нет войск, почему-то, Советского Союза. Здесь при этом куча. Поэтому там я пока наступать не буду. Особенно вот здесь, видите, какие-то очень плотные войска. Но здесь, наверное, как раз-таки не Советского Союза войска, поэтому их тут много. Пока они там находятся. А у Советов что-то с войсками случилось. Либо они куда-то в непонятное место их подправляли. А, ну вот, видимо, здесь большая часть, наверное, не знаю. Так, перебросили мы сюда армии из Нидерландов, которые подосвободились. И можем начать наступление здесь. Здесь у нас тоже успешно развивается наше наступление. Захватим здесь, как обычно. Здесь вот разрывается фронт, и Крым мы не захватываем. Но ничего, сами захватим. И здесь какие-то разрозненные Советские войска не представляют нам особой проблемы. Край мере, когда у нас есть рядом войска. У нас в большей части ушло сюда и сюда. И мы успешно потихоньку завоевываем Советский Союз. Вместе с этим я тут вручную потихоньку наступаю в Прибалтике. Собственно говоря, вот сейчас мы возьмем Ригу. И вместе с этим неплохо так в окружении войск введем. По технологии мы, кстати, очень много уже подзакрыли. Но все-таки 44-й год. Возможно, пора исследовать ядерные технологии. Вот мы и взяли в Москву. И, в принципе, очень много территорий здесь уже. И нам остается только закрашивать. Как обычно, здесь что-то осталось мелкое. Ничего. Америка высадилась в Британии. Нам срочно надо туда направить хоть какие-то силы. Я думаю, вот эти вот войска туда и поедутся. Ну, а уже мы можем отправиться побольше авиации и побольше флота. То есть вернуть наши подлодки на миссии. Я после того, как здесь разобрался, их убрал. Чтобы эти войска не имели каких-то подкреплений. В принципе, они здесь очень все побиты. Видимо, мы во время того, как они ехали, успели бомбить их. Вообще-то, я посчитал, что, в принципе, британцы справятся с нашей поддержкой с воздуха. Здесь вот американцы какие-то пытались уехать. Мы их перехватили и потопили. Возможно, это они пытались подъехать уже. Ну, в любом случае, тачи им сейчас пересечь море. Когда я сюда вывел весь флот. Точнее, весь флот подлодок. И кучу авиации противоморской. А у нас подосвободилась одна армия на севере. Единственное, надо добить этот танк. И мы сейчас отправим ее в Швецию. Потому что у нас все еще здесь есть какие-то войска вражеские. Нужно их ликвидировать обязательно. Здесь же все потихоньку дальше оккупируют Советский Союз. Вот-вот он уже капнет. И останется истанно финскую лигу захватить. Так, Советский Союз капитулировал наконец-таки. И теперь мы сделаем еще несколько вещей. Нам нужно позавоевывать вот эти страны внутри нас. Потому что мне надоело, когда какая-то рандомная страна вступает в какой-то альянс. И нападает на нас со спины. Здесь КБ на все это. Так что мы сейчас все позавоевываем. Это две армии выделил. Здесь армии, которые у меня сейчас подосвободятся. Отправлю вот сюда. Как минимум, коммунистические китайцы захватить. Потом, возможно, сюда перейти. Здесь как-то. То есть, ну сейчас будем разбираться здесь с Азией. Параллельно здесь и параллельно здесь. Очень много у нас целей, но со всем мы справляемся. А вот и подъехала наконец-таки капитуляция эстонско-финской лиги. И это значит, что мы сейчас будем мирить весь этот огромный блок. Давайте поверим и посмотрим, что из этого получится. Так, в первый ход мы берем себе вот эти все территории. Всю Иберию. И у нас на кучу претендует. Ну, сейчас будем все решать. Следующим ходом забираем тратит провинции. Часть Прибалтики. Продолжаем спаривать все. И самое главное, забираем все флоты проигравших. Дальше спариваем все. Требуем Германию нашей марионеткой. И забираемся еще из Советского Союза. Очень много кто хочет нашего спорить притязания. Но у нас куча счета, поэтому требуем обратное. И думаем, что мы забираем дальше. И я решаю все, что дальше Урала, сделать одной марионеткой с Советским Союзом. Все, что да, заходить себе в территории. Пытаются спорить, но это все смешно. И посмотрим, есть ли вообще хоть что-то, что еще можно потребовать. И получается у нас примерно вот такой вот получился мир. Очень много у нас марионеток. Вот она, наша итальянская Россия получилась. Причем я еще потребовался кучу репараций с войны. Вот, почти сотку мы с этого получили. Много прав на ресурсы. У нас теперь очень много нефти. Плюс нефть вот отсюда. То есть мы очень хорошо бы установились. Единственное, мне Британия тут поднасрала чуть-чуть. Вот смогла вот эти вот стыд и взять в свою отдельную Германию. Но в целом ничего. Мы с этой Британией еще потом разберемся за все ее грехи. Что мы пока Римскую империю, по-моему, нажать не можем. Нам все еще не хватает. Много каких территорий, в том числе британских. Но у нас есть пока еще с кем разбираться. Поэтому давайте теперь направимся на восток. Так как я уже так же говорил, параллельно захватим Чехословакию. Призываем соединников, чтобы... О, сейчас подлагает. Вот, чтобы у нас были все... В общем, чтобы мы могли наступать и с юга, и с севера. И наступаем здесь. Обязательно не наступаем вот здесь, потому что здесь одни укрепления. Ну и быстренько мы ее захватим. Потом еще здесь, дальше. А параллельно мы вот начинаем наступать. С этих направлений захватить Швейцую и Норвегию. И затем, уже точно после вот этого всего, у нас можно будет идти на восток. В принципе, мы туда так или иначе движемся. Но это занимает какое-то время, конечно же. Слаги успешно капитулированы, значит мы отправляемся дальше в Австрию. Нападаем на Австрию. Здесь, конечно, есть горы. Но в среднем, я думаю, все будет точно так же. Никаких особых проблем здесь нет. Вон с кучей авиации. Это огромные дебафы. Единственное, какие-то приколы с призывами к войне, поэтому отсюда мы не напали. Но отсюда мы все равно их закатаем. Швейцария, кстати говоря, в нашем Альянсе ее захватить, в Швейцарии, мы сейчас не сможем. Но все остальное вполне себе. Также вот так вот можно захватить вот эту прекрасную страну. И отправиться дальше. Тут на востоке наши войска дошли до Китая. Значит, переходят на наступление. Если здесь нет авиабаз, значит нам нужно будет построить и помочь нашим войскам хотя бы авиации по возможности. Кстати говоря, то, что здесь вступила Швеция и Норвегия в бой, дает нам просто невероятные возможности потопить вражеские конвои. Я так понимаю, большая часть здесь это войска и какая-то меньшая часть это припасы, которые они им отправляют. И просто очень много на утопе. Это, конечно же, может не радовать. Убивляем мы также войну здесь в Косово, Хорватии. И Испания вступила в Азиатский Альянс, собственно говоря. С ней мы тоже будем справляться здесь. Но здесь мы потихоньку наступаем и очень уверенно себя чувствуем. Испания капитулировала. Забавный факт. Вот здесь вот ее войска не капитулировали. Но они случайным образом оказались в окружении. Хорватия там капитулирует. Она даже не успела вступить ни в какой Альянс. Ничего себе. И они сейчас просто будут заничтожены, эти войска. Мы, кстати, теперь можем взять контроль над союзниками. Так что теперь это наш Альянс. И это Британия мы в один момент исключим, а не сами выйдем. Кроме того, здесь вот мы добили острова испанские, чтобы не было у них никаких здесь баз морских. И сейчас добьем вот здесь вот. Нападаем мы на последнюю европейскую страну, что еще не в нашем Альянсе. Ладно, предпоследнюю. Причем я делаю клаймы на все, что можно, чтобы потом при заберении... Предпоследнюю. Вот здесь с испанцами мы разобрались. Здесь, конечно, все будет очень медленно. Со снабжением нереальной беды. Поэтому даже не знаю, надо что-то придумывать за другое. Как-то по-другому с ними бороться. Возможно, придется сначала капитулировать США. То есть надо будет как-то высадиться и потом уже их разбить. В общем-то, посмотрим. Сюда туда высаживаться очень сложно. Больше капитулировал. Супер. Ну и здесь тоже я бы не сказал, что у нас какие-то есть шансы пройти через вот эти вот горы без снабжения. Возможно, я сейчас здесь построю морские порты и высажусь в Японию. И уже через Японию в Китай. Скорее всего, так и сделаю. В принципе, я строил тут порты, но вот их захватили. Нужно строить где-то дальше. Плюс, кстати говоря, мы прокладываем огромную дорогу через от Рима до Владивостока. Почти. Собственно говоря, вот у нас строится. И здесь тоже строится. Будет у нас наслаждать наши войска там когда-то. Вообще, думаю, это можно в серию подзакончить. Мы разбили самый главный страшный блок. Осталось еще два тоже, в принципе, страшного блока. Нужно еще придумывать, как с ними бороться. Опять же, здесь еще есть какие-то варианты. Но сюда придется как-то высаживаться, не знаю, через здание, что ли. Либо пытаться как-то проплыть все это расстояние. В принципе, подлоски наши достают по снабжению туда. Так что, наверное, мы сможем. Может, вот здесь вот я... Ну, скорее всего, вот наш выбор. Ну, посмотрим. В любом случае, это уже следующая серия. А это закончилось. С вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok